Новосибирцам покажут уникальные кадры и попробуют развеять городской миф. 20-минутный документальный фильм называется «Случай в городе Энн». Он посвящен событиям полувековой давности. Тогда под коммунальным мостом через Опь прилетел реактивный самолет МиГ-17. Режиссеру удалось разыскать пилота и очевидцев этих событий. К слову, мост с таким же названием есть в Томске и Кемерове, но сейчас они известны скорее не по легендам, а из-за аварийного состояния. Слово моим коллегам. Фундамент на опускных колодцах, а верхняя конструкция из стали и железобетона. Коммунальный мост – сооружение уникальное не только для Томска, но и для всей Сибири. Чего не сказать о названии. Коммунальные есть в Новосибирске, Красноярске, Биске. Их строили примерно в одно и то же время, но заботились по-разному. Томичи свой мост не реконструировали ни разу с 1973 года. Теперь на ремонт требуются сотни миллионов рублей. И так можно сказать практически про каждое подобное сооружение в регионе. Хотя заменять асфальт нужно не реже раза в 8 лет, а антикоррозийное покрытие в 2 раза чаще. Проблема, говорят инженеры, в периодичности обследования и ремонта мостов. Нужно поручить, первое, обследовать все эти мосты, сделать каждый паспорт на каждый объект. Где-то есть паспорта. И разработать на каждый индивидуальный регламент по эксплуатации. И не боя, там небольшие деньги, ежегодно выделять средства на его ремонт. Еще один коммунальный мост есть в Кемерове. Он еще старше, построен 65 лет назад. Здесь были две полосы для автомобилей, тротуары и трамвайные пути. Но 10 лет назад его закрыли. Рядом появилась новая переправа. С того времени коммунальный из полезного для горожан сооружения превратился в ненужный и опасный объект. Хотя мост еще может послужить городу. Здесь планировали открыть торговые павильоны, сделать творческую галерею. Но провести экспертизу, которая подтвердит безопасность сооружения, не смогли. Ее стоимость больше 30 миллионов рублей. Поэтому здесь появляются только любители граффити. На балансе омских коммунальщиков 6 мостов и 12 путепароводов. Их общая протяженность 5,5 километров. На содержание в год выделяется всего 38 миллионов рублей. За эти деньги рабочие должны помыть и покрасить мосты, провести ямочный ремонт и сделать все необходимые исследования. На эти же деньги нужно содержать все городские подземные пешеходные переходы. Платить заработанную плату рабочим. Обследования мостов идут в бюджете отдельной строкой. Денег на это требуется по несколько миллионов на объект. Из-за нехватки средств в бюджете переправы обследуются реже, чем положено по ГОСТу. Впрочем, как уверяют специалисты, сейчас в городе нет аварийных мостов. Но срок эксплуатации, а для мостов он составляет от 60 до 100 лет, постепенно заканчивается. Самый старый комсомольский мост через реку Омь был построен 64 года назад. Технические состояния мостов в целом удовлетворительные. Конечно, отдельные элементы на мостах требуют проведения ремонта, но в целом они обеспечат безопасность движения транспорта и пешеходов. На каждый мост заведена мостовая книга. Это как в больнице заведена книга, где отражаются все, какие неисправности, какие дефекты, их исполнение, устранение. То есть, постоянным контролем находится все это. Уже в этом году омичам придется постоять в пробках. Запланирован ремонт юбилейного моста. И он, по данным мэрии, затянется на 22 месяца. На это выделят больше 300 миллионов рублей. В 2018-м плановое обследование проведут на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Еще один проблемный объект – Ленинградский мост. Здесь асфальт укладывали 4 года назад, но сейчас уже требуется ремонт рядом с деформационными швами. Дмитрий Ковалев и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.